эфир эфир да здравствует эфир так мы вышли прямой эфир 1 миллион 2 миллиона 3 миллиона 4 миллиона 5 миллионов проверка связи готовности так вот сегодняшний фирм проводим для дмитрия где он у нас дмитрий есть вот о привет здравствуйте здравствуй меня хорошо слышно хорошо слышно хорошо видно все замечательно отлично вас тоже очень рада сегодня быть с вами спасибо за такую возможность предоставленную на самом деле это подтверждение еще раз того что мысли материально буквально неделю назад я подумал смотря ваш эфир очередной как бы вот хорошо было бы тоже с вами провести эфир не прошла и неделя и мы с вами здесь сегодня невозможное возможно да да значит слушаю вас у вас какие результаты вообще а вообще мы закрытом звание старших золотой в открытом звании сапфировых директоров вот у нас команде есть первая команда бриллиантовые директора первая команда вторая команда сапфировые и две команды еще пока директорские круто круто в чай веточке спасибо мы гульнар закировала махидова рашида галина воронина все дальше можно продолжать все таки личность да вот как ты пришел в oriflame сам как вот мужчина у нас эта неделя вся посвящена с мужчинами как ты сам пришел в oriflame как мужчина знаете я вообще был студентом вот девять лет назад это было я был студентом зеленым который вообще не понимал что такой бизнес и вообще что можно кроме работы по найму как-то по другому зарабатывать деньги но у меня была всегда мечта быть свободным и ни от кого не зависеть и зарабатывать ну такие деньги которые хочешь и как-то раз я прихожу параллельно учился учился у меня два высших образования учился и параллельно еще подрабатывал на заводе по специальности по первой своей у меня специальность веселая инженер-технолог виноделий бродильного производства вот и значит завода прихожу и мне мой друг венер зовут и говорит дима есть хорошая возможность денег заработать я говорю ну а что заработал он говорит пошли я все расскажу там в офисе я говорю хорошо пошли никаких лишних вопросов не задавал подходим и значит такая большая вывеска oriflame у меня в голове сразу что ходить косметику продавать потому что я у девочек в общежитии с каталога заказывал думал будет как бы не мужское дело как бы мне это еще у меня в рефлэншель зовешь он на меня посмотрел и сказал так улыбнувшись нет нам на второй этаж вот так он меня заманил в офис мы поднялись и мне мужчина тоже александр новиков рассказал презентацию речь шла только о деньгах о бизнесе полностью вот вашу презентацию он рассказывал да то есть 55 25 и так далее и послушав презентацию я сразу понял что это то дело которое я искал это то что я хочу вот и тогда началась работа еще будучи студентом я начал созревать понимать что такое бизнес вот ну и сейчас вот он такой я умеешь замечательно то есть ты первый пришел да потом жена присоединилась вообще знаете как мы с супругой познакомились уже в арифлейм компания не только обеспечивает нас но еще и соединила сердца замечательно замечательно я очень рад какие планы планы бриллиант ближайшие планы очень много команде да ну как больше семейных пар я бы сказал не отдельных мужчин а семейных пар да то есть где-то сначала мужчина присоединился потом жена где-то наоборот ну и вообще стараемся чтобы больше семейных пар было в команде это потому что самое лучшее когда семейная пара мне кажется я с тобой согласен на самом деле семейная пара это это здорово да потому что живут одним и делают одно и думают по одному и посоветов всегда есть возможность да и есть у кого-то что-то какой-то эмоциональный спад поддерживает один и наоборот вот это согласен согласен хорошо давай вопросы да вопрос много и самый первый вопрос вот который хотелось бы задать вот многие знакомые вот пишет один человек не верит не верит в сетевой бизнес как вот им объяснить когда не донести что за сетевым бизнесом будущее вот как ну ты знаешь честно говоря меня тоже этот вопрос давно волнует как людям объяснить что здесь можно на самом деле зарабатывать деньги много денег как бы постоянно самое главное для меня постоянно то есть никого очень прося никого не обманывая и от кого независимо что для меня самое главное никого не обманывая то есть вот есть такие бизнес которые никого не обманывая то есть причем на самом деле как бы за один раз проделан работу потом платить всю оставшуюся жизнь вот это просто новые встречи новые встречи новые люди опять добавляешь 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 и вот это вот растет вот эта вот величина твоего дохода вот на самом деле примете бизнес очень простой, но он неочевидный. Он неочевидный, потому что на самом деле на скидку там не видно, за что деньги платят. Такое ощущение как будто из воздуха. Я сейчас как раз с ними разговаривал тоже. Ой, там только те, кто первые. Только те, кто первые, те, кто на вершине пирамиды. Я говорю, ребят, знаете, меня на эту вершину никто не назначил. Ну да, вы просто вовремя заскочили. Ну да, понимаете? Вот я говорю, как раз создание этой пирамиды, создание этой вершины является нашей работой. У кого-то она получается сверххорошо, у кого-то с трудом. Кому-то надо просто учиться, переделываться, меняться. И как? Ну просто разговаривать надо с людьми. Разговаривать. Потому что, понимаешь, любой нет, это просто недополученная информация. Значит, хорошо, что ты хотел бы услышать, чтобы поменять, что это серьезно? Пусть он сам решает. Потому что у каждого человека свои тараканы, у него у каждого свои причины, почему он не верит. Кто-то уже был лично печальный опыт, у кого-то был опыт знакомых, кто-то просто слышал, одна бабка на базаре сказала. Ну, разные причины, разные причины. Просто надо каждому человеку просто сказать, что ты хотел бы услышать, чтобы убедиться, что это серьезный бизнес. Товароборот. Вот тебе товароборот компании. То, что она на бирже, вот она на бирже. Вот. То есть компании, которые на бирже работают, они очень, ну, подвергаются очень сильной проверке. Потому что личная компания, люди носят деньги, там очень на западе это к этому серьезно относится. Вот. То, что международный бизнес, посмотри, сколько стран работает. Хорошо. Надежность, посмотри, уже 50 с лишним лет, с 67-го года. Вот. То есть вот каждому человеку просто какая-то своя мулька. Кто-то не верит в надежность, кто-то не верит. Просто, понимаете, вот большинство людей на самом деле к пирамидальному бизнесу относятся так, что это просто временно. Надо что-нибудь такое быстренько схватить, организовать, схватить ифтину. Это как вот МММ, Чарбанк, пластилина. Вот. То есть вот общее мнение у людей вот именно такой поверхности, что это пирамида. А что такое пирамида, как ИР, пирамида бывает, об этом они не думают. К сожалению. Ну, как раз это наша работа, чтобы выяснить вопросы и постараться на них ответить. Вот. Потому что это все просто, на самом деле. Понял. Спасибо. Ну, вот следующий вопрос, тоже такой интересно задали. Если я запланировал серьезное звание сделать, нужно ли мне соблюдать колесо баланса? И вообще в чем себя ограничить нужно, чтобы это звание большое сделать? ограничивается. По-моему, наоборот, надо себе разрешать. Не надо ограничения искать, понимаете, потому что я на самом деле я не люблю там полумер, я не люблю как бы ничего не делать, я не люблю как бы искать. Понимаете, вот есть такая интересная фраза, что не ищите, где меньше работать, ищите, где больше зарабатывать. Не ищите, где меньше работать. То есть на самом деле это в бизнесе, это в семье, это в жизни. То есть на самом деле Альбинка, например, Хафизова, она просто хотела, мечтала, вот кабриолет без красного цвета. Она его получила, она получила, причем получила в подарок от компании, вообще шикарно. Вот, были квартирные программы, были автомобильные программы, причем просто покажите, потому что, ну, сейчас я смотрю, там, как бы прямой эфир Марго с Гогловым, с Сергеем проводила, они там начали вспоминать просто страны, в которых они были. И просто так вот, просто съездили на конференцию, просто покажите фотографию, ребята, вот наша жизнь, вот мы только вернулись с этого самого, как он называется, Пальмы до Майорки. Вот смотри, вот он я, вот они отели, пятизвездочные отели, вот это наш номер. Ребята, это все реально, это все возможно. Вот, и это, даром это все не дается, на самом деле, работать надо, ребят, работать надо. То есть, это все большой труд. Вот, причем, на самом деле, вот этот критерий должен быть основной, наверное, что не ищите, где меньше работы, ищите, где больше зарабатывать. В рефлейме очень многое можно зарабатывать. На самом деле, вот уже Сергей Горгуев, там, где-то в эфире даже посчитал, что он уже больше полутора миллионов долларов заработал уже с рефлеймом. Класс. Да, ну это, как бы, только начинаешь, только начинает, потому что, на самом деле, на самом деле, это парень, у которого нет границ, он ни в чем себя не ограничивает, ни в мечтах, ни в мыслях, ни в идеях, ни в масштабах работы. То есть, он огромный молодец, и я знаю, что он только в начале. Я не удивлюсь, если он, там, через год будет уже декомиллионером. Декомиллионер – это человек, который 10 миллионов имеет долларов. Вот, тем более, с новым планом успеха, это вообще очень реально. Очень реально. Вот, такие вот пироги. Спасибо. А следующий вопрос задал один из партнеров. Что делать, когда нет роста или вот нет того роста, который хотелось бы? Вот, что делать? Ну, работать над собой, в первую очередь над собой. То есть, на самом деле, понимаете, вот, почему-то люди, большинство людей, вот, видят причину того, что у них нет таких результатов, которые им хотелось бы, что вот нет такого роста, как им хотелось бы, нет таких зарплат, как им хотелось бы. Они видят это и пытаются найти, искать это на стороне. То есть, это не я виноват. Это вот просто люди такие, у них денег, сейчас время, такое пандемия, там, я не знаю, еще там что-то. То есть, курс доллара. Ну, понимаете, то есть, вот, люди, есть люди, которые ищут причины, есть люди, которые ищут возможности. Причем трудозатраты одинаковые. Трудозатраты одинаковые. Что искать причину, что искать возможности. Потому что, опять-таки, в сутках 24 часа. Или вы 24 часа ищите причины, или 24 часа ищите возможности. Вот. А тот, кто ищет, тот всегда найдет. Всегда найдет. Вот. Тем более, что, на самом деле, уже огромное количество людей показали, что бизнес работает, что уже... Потому что я говорю, что вот такие лидеры, как, ну, Альбин Хафизова, Эдуард Васильев, такие, как Татьяна Козик, Валентина Копен. Понимаете, они, вот, просто, они же не завезены сюда из Швеции. Они здесь местные люди. Местные люди, да. Та же самая Галя Воронина. Великолепный лидер. Мастера оправданий, точно. Хорошо, слушай, да, следующий вопрос. Значит, прежде всего, причину надо искать не снаружи, причину надо искать в себе. Как только вы начинаете причину искать в себе, все вопросы решаются. То есть, почему у меня-то быстрого роста нет? Хорошо, подумайте, что вы должны сделать, чтобы рост усилился. Вот люди идут, хорошо, вы подумайте. Там, понимаете, просто на самом деле, вот, «Миллионер за минуту», там есть книжечка такая вот. Вот, и там, как бы, ну, успешный человек начинает обучать новичка, значит, правильно думать. Потому что, на самом деле, ведь богатство и успех – это просто правильное мышление. Что такое успех? Это просто несколько правильных действий, повторяем их ежедневно. Что такое неуспех? Это несколько неправильных действий, повторяем их ежедневно. Вот. И она просто говорит, что год назад я была на грани самоубийства. Но вот сейчас в моей жизни встретился человек, который поменял ход моих мыслей, и в моей жизни все изменилось. И сейчас я чувствую, что кому-то это должна передать. Ну, там официантка подходит, говорит, «Помогите, пожалуйста, мне, я очень нужна, чтобы мне помогли». Она говорит, «Нет». Они пошли в гардероб уже одеваться, она подходит, эта официантка, говорит, «Помогите, пожалуйста, мне, я очень нуждаюсь, чтобы мне помогли». Она говорит, «Нет». Садится в машину, официантка к ней опять подходит, говорит, «Извините, пожалуйста, помогите, пожалуйста, мне. Вы же обещали, что там можете кому-то помочь. Я очень нуждаюсь, чтобы мне помогли». Она говорит, три. Один раз нет, второй раз нет, да. Первый раз нет, один. Потом второй раз нет, два. И потом, говорит, три, садись в машину. И она сказала очень интересную вещь. Каждый человек, прежде чем получить то, что ему надо, обязан пройти через три нет. То есть жизнь говорит ему нет, а он опять идет вперед. Жизнь опять говорит ему нет, а он опять идет вперед. Жизнь опять говорит ему нет, а он опять идет вперед, потому что самим фактом того, что он не останавливается, он должен доказать жизни, что на самом деле ему это надо. И потом она ему говорит, что зачем тебе нужны деньги? Она говорит, чтобы всем отомстить. Я говорю, подожди, как всем отомстить? Тебе деньги нужны, чтобы всем отомстить? Ну да, потому что пьяный водитель задавил моего мужа. Я же жертва. Она говорит, ну ты подожди, рассуждаешь как жертва. Она говорит, я и есть жертва. Пьяный водитель моего мужа задавил, жертва. Банк мой дом забрал, я жертва. Его родители моих детей забрали, я жертва. Она говорит, понимаешь, в этой жизни все люди жертвы чего-либо. Но не каждый человек ведет себя как жертва. И она сказала замечательные слова. Говорит, у меня просто есть один художник, он попал в аварию, остался без рук и без ног. Но он не жертва, потому что он научился рисовать зубами. И вывод очень потрясающий. Говорит, если вы ищете причину происходящего ваше время события снаружи, то вы жертва. Это не я виноват. Это правительство, это курс доллара. Если вы ищете причину происходящего ваше время события внутри себя, то самым каким-то неожиданным образом вы вдруг становитесь хозяином ситуации. Поэтому, когда что-то не получается, когда не нравится темпы роста, когда не нравится зарплата, просто ищите причину в себе. Вы должны измениться для того, чтобы соответствовать новой зарплате, чтобы соответствовать новым результатам, чтобы результаты пошли. Надо что-то подчитать, надо что-то подучиться, надо задать несколько вопросов спонсору. С успешным людям общаться. Потому что у меня томила, она как-то рассказала, успеха заразительный, он заразен, им как и гриппом можно заразиться, поэтому общайтесь с успешными людьми. Потому что они не просто так успешные, значит, что-то у них такое есть. Общайтесь с ними. Спасибо. Следующий вопрос. Бывало ли такое, что на вас обижались ваши партнеры или, может быть, директора? И вообще, что вы посоветуете и тем, и другим? Да, конечно, обижают. Надо обидеть человека, чтобы он проснулся и начал что-то делать. Потому что, на самом деле, я там, знаете, как мотивирую, мотивирую, потом уже, ну, там, понимаете, в чем дело? На самом деле, иногда я начинаю ругаться. Ругаться можно по-разному, понимаете? Можно ругаться опуская, можно ругаться понимая. Ну, например, вот у меня там как-то раз слышал один товарищ, ругал другого. Тебе вообще ничего не умеешь делать, на тебя вообще рассчитывать нельзя, тебе ничего вообще доверить нельзя, там, бум-бум-бум. То есть, его нижняя канализация, пусть еще и ноги об него теряют. Я тоже ругаю людей. Ну, как я их ругаю? Я говорю, сволочь ты, скотина. У тебя дано, дано вот такой вот дар, что у тебя получается работать с людьми, скотина ненормальная, нехорошая, не диск ты вообще. Почему ты? Ты уже сделал то, что делает один человек из 10 тысяч. Почему ты не остановился? Почему ты ничего не делаешь? Дрянь-то прошивая. Понимаете, я его тоже ругаю, но я ругаю, поднимая. А иногда просто приходится серьезно находить интонации. Потому что мне одна женщина говорит, почему ты со мной так разговариваешь? Я говорю, я могу 100 вообще не разговаривать. Так, выбирай. Выбирай. Ну, можно же разговаривать по-другому, если по-другому не понимаешь, твою мать. А вот теперь я все понял. А когда я уже так рубану, ну, это не... Понимаете, ребят, для того, чтобы я начал кого-то ругать, это еще надо заслужить. Потому что зачем буду ругать человека, в которого я не верю? Самим фактом того, что я его ругаю, я уже даю ему понять, что я в него верю, потому что я, на самом деле, недовольный в результате. Я хочу больше, и он может больше, и я в это верю. Понимаете? Потому что ругаться можно зачем? Для того, чтобы человека отпустить, чтобы его поставить на место, чтобы обидеть, просто так обидеть. Нет, я его обижаю специально с дальним прицелом, чтобы он, на самом деле, разозлился и начал что-то делать. Он способен, он умный, он хороший, он может все, но он просто... ну, я в него верю больше, чем он сам себе верит. Поэтому я его ругаю. Давай, усиливай новых людей, приглашай, встречи проводи. Там, тю-тю-тю-тю-тю. Так далее. Ну, давай. А если уже обиделся, если уже обиделся, что делать-то с ним? Ну, обиделся, значит, это его выбор. Мы можем уже сами как-то на это повлиять или оставить, ждать, пока он там, ну, сам это остынет? Ну, понимаете, в чем дело? Вот, вы знаете, вот я просто в одном из постов написал такую вещь, что когда Бог создавал Землю, Он, как бы, создал два противоположных существа. Орла и устрицу. Устрица просто лежит на дне океана, просто открывает рот, вот так вот открывает рот, и хавает все, что ей океан принесет. А орел, это он летает в облаках, он парит над землей и в поте лица своего добывает пищу. Причем, как бы, орел живет вроде бы недолго по сравнению с устрицей. Устрица 200 лет, орел там где-то 30-40 лет. Но какую жизнь вы выбираете? Причем, понимаете, я сначала просто так, это как бы образно так говорил, вот, а потом я столкнулся вот с одной устрицей. Это вообще кошмар. Она была нотариусом, вот, и она, значит, это самое, засчитала мне все документы, потом говорит, все, сидите, идите, ждите, потому что сейчас все эти документы надо зарегистрировать, а сначала напечатать. Напечатал. Часа полтора я сидел, ждал, пока она печатает. Вот, я говорю, может быть, я отойду, говорю, я тут в пятиминутной готовности, то есть вы мне позвоните, я приду. Нет, вы должны сидеть все время здесь. Я полтора часа сижу. Потом она говорит, так, прочитайте, вот, поправьте, если нет, мы сейчас будем их, это самое, как бы, переделывать. Да, нет, уже, официально оформлять, уже на бланках. Вот. Я говорю, ну, я, сколько это время? Она говорит, ну, час, полтора. Я говорю, ну, давайте на 40 минут просто. Нет, вы должны сидеть здесь. Я говорю, ладно, хорошо. Я достал телефон и начал просто записывать свои рассказики, там, свои мысли, там, еще чего. Вот, значит, уже, потом она мне уже на бланках приходит, значит, вот, посчитайте, вот здесь распишитесь, так, да, расписался. Можно идти? Нет, их надо сейчас внести в книгу, реестр. Все. Сколько? Ну, я не знаю, минут 30 на ралли. Ешь, 25 часов, я просто сижу у нотариуса, просто сижу. Вот, ну, мы сидим, она отдала это секретарю, все, мы сидим просто вот с ней молчим. Я говорю, ну, знаете, пока я тут сидел, я тут, говорю, уже 5 рассказиков написал. А вы что, писатель? Да не, говорю, просто так, собираю информацию для будущей книги. Вот, ходите, почитаю. Она говорит, давай. Читаю ей один рассказик, смотрю ее передерываю. Я читаю второй рассказик и передерываю. И вдруг она мне говорит, стоп, хватит, не надо. Вы на меня давите. Каждый раз ваш рассказ давит, он на меня давит, давит, он все время, делайте что-нибудь, не успокаивайтесь, вы человек, вы не трава. Я на нее смотрю, думаю, блин, вот это устрица. Устрица, она просто сидит, ждет клиента, она просто сидит и ждет, когда все это дело подпишут. Она просто сидит и ждет, знаете, у нее работа такая, она сидит и ждет. Это по жизни просто человек такой, человек устрица. Следующий вопрос. Спасибо. Как работать с партнером, который не всегда прислушивается к советам своего спонсора-наставника? Ну, надо работать, надо работать, потому что на самом деле иногда даже хорошо, что люди прислушиваются к советам наставника, потому что какая-то инициатива должна быть, но просто, если человек категорически не приемли там рекомендации совета наставника помощи, то ему надо просто отпустить, знаете, как это, Шварценеггер, там, отпусти меня, отпусти меня, держит за ногу на пропасть. Отпусти ты его нафиг. И просто скажи ему, ну, хорошо, покажи мне, что твои методы работают. Давай через месяц созвонимся мне, покажи, что ты вот конкретно со своим, я сам, что ты, если у тебя получится лучше, чем у меня, то я сам тебе приду учиться. Не вопрос. Следующий вопрос. Ну, такой вопрос прям банальный, простой. Как из директора сделать бриллиант? Ты знаешь, хороший вопрос, потому что на самом деле это возможно, это возможно, причем надо знать как. Вот. Потому что на самом деле, что такое бриллиант? Бриллиант – это человек, который работает самостоятельно. Прежде всего. Вот. Потому что на самом деле, очень часто мы в этом бизнесе людей делаем ранеными комиссарами. Нести тяжелые, пристрелить жалко. То есть мы работаем вместо него, а он сам ничему и научился. Очень часто люди задают вопросы, Владимир, а вот почему люди только двух человек пригласили и это самое, больше не приглашают? Я говорю, а ты их как приглашал? А, ну да, я им говорил, что хотя бы двух человек пригласите. Владимир, а почему люди вот сделали там четыре шага и больше ничего не делали? А ты их как приглашал? Ну да, я им говорил, что за четыре шага там дают премии. Вот. Владимир, а почему люди, вот я их вывела на 22%, да, а они, как только я их оставил, они упали? Я говорю, значит, ты сейчас сама сказала, почему. Потому что, как только я их, я их вывела, то есть, по большому счету, это ты работала, а его ничему не научила. Понимаешь? Чтобы человек стал бриллиантом, он в первую очередь должен уметь это сделать сам. Уметь должен делать это сам. Вот. То есть, на самом деле, в этом бизнесе мы умножаемся количеством обученных людей. Количеством обученных людей. Вот. То есть, подумайте сами. Понимаете, дело в том, что на самом деле можно работать вместо всех. Это вообще труд навсегда. Вместо всех. А можно просто своим методом работы выбрать просто обучение людей. Вот сколько нужно времени, чтобы передать свои знания, опыт, как бы, знания другому человеку. Месяц, два, три. Я готов. Но потом в эту сторону даже смотреть не надо, потому что там работает моя копия. Поэтому так называется дублицирование. Там дубль мой работает, моя копия. Вот. То есть, вот я съездил в Казахстан, я все, я по жизни могу больше в Казахстан не ехать. Там есть Галина Лескова. Понимаешь? Там есть там есть люди, обученные мной. То есть, это мои копии. Они там работают точно так же, как хотел бы все я сам. Более того, они какие-то свои применяют нюансы. То есть, они лучше знают страну, они лучше знают город, они знают лучший менталитет, они знают... То есть, понимаете? То есть, на самом деле, как бы, ограничивать людей во всем нельзя. Нельзя. Надо просто рекомендовать. А когда человек не принимает рекомендацию, просто скажет, ладно, хорошо, покажи, как это у тебя получается. Если у тебя получится лучше, чем у меня, я сам тебе приду учиться. Давай. То есть, бриллианты, бриллианты, это люди, которые могут работать самостоятельно. Люди амбициозные, обучаемые, трудолюбивые. Вот. И просто ты их сопровождаешь. То есть, ты не бросаешь бриллиантов, я не бросаю исполнителей, я просто сопровождаю. Потому что каждый раз на золотой конференции мы собираем всех своих золотых и высших директоров. На всех бриллиантовых конференциях мы собираем всех своих бриллиантовых и высших директоров. Мы их сопровождаем, мы делимся находками, зюмиками, разработками, показываем новые результаты, потому что за это время кто-то вырос. Давай, следующий вопрос. Спасибо. Бывает такое, что в команду приходят негативные люди. Пытаться ли нам, как наставникам, спонсорам, поменять им мышление? Или лучше таких людей оставить? Не, ну, попытку-то всегда надо сделать. Попытку-то всегда надо сделать. Понимаешь, вот просто такие клеймо там, вот негативный человек. Мало ли, почему он негативный. Надо еще посмотреть, почему он негативный. Вон, я сейчас вон шел, у меня там это самое такси окатило с ног до головы. Я такой негативный был вообще так, в стол. много тут говорил еще. И он очень был негативный. Понимаешь? То есть, негативный надо смотреть, почему негативный, что негативный. Вот, попробовать, поправить, но просто не, 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 не делать, сделать всей своей жизни вот это вот, изменять негативных людей. Потому что все негативные люди где-то улыбаются все равно с кем-то как-то, когда-то. Вот, надо сделать так, чтобы они с вами тоже начали улыбаться. А я должен расскажите случай какой-нибудь интересной жизни. Вот, давай, следующий вопрос. Давай, следующий вопрос. Давай, следующий вопрос. Так, меня слышно, что-то у меня подвисло. Слышно меня? Вот сейчас слышно. Ага. Вот ни хрена не слышно. Вот ни хрена не слышно. Раз, два, три, раз, два, три. Еще раз. Сейчас слышно? Ну, говори. Раз, два, три, четыре, пять. Ага. Чувствую усталость новыми силами. Чувство усталости. Ты знаешь, дело в том, что на самом деле вот усталость это неизбежное качество человека, да? То есть, когда человек много работает. Иногда люди устают просто от безделья. Усталость бывает разная. Бывает от работы, бывает от безделья. Вот. И почему-то большинство людей ждут вот этой вот пенсии, ждут то время, когда ничего не надо будет делать. Вот. Почему-то они на самом деле мечта идиота вообще что-нибудь такое сделать, чтобы потом ничего не делать. Я считаю, что это вообще неправильно. В принципе, неправильно. Потому что, на самом деле, человек не создан для безделья. Человек не создан для безделья. Ну, то, что ребенок спит, чтобы играть с новыми силами. То есть, режим труда и отдыха должен быть. Режим труда и отдыха. Потому что, когда Бог создавал землю, то на седьмой день он отдыхал. Вот. И поэтому режим труда и отдыха никто не отменял. Вот. И для того, чтобы на самом деле просто переключиться, чтобы на самом деле вот говорят, что там самый лучший отдых – это смена деятельности. Прочтите книгу интересную, посмотрите фильм интересный, пообщайтесь с детьми, выйдите на природу, просто сходите за грибами, на рыбалку, на шашлыки. И обновление происходит, обновление совершенно. И возвращаешься уже даже иногда даже скучаешь по работе. Потому что вот сейчас, я не знаю, во время этой пандемии, самоизоляции, я знаю, что многие люди, я, я, ну, конечно так, уходил с работы, говорит, без разрешения начальника. Но чтобы без разрешения президента ходить на работу, говорит, я такого еще ни разу не видел. Потому что сейчас уже многие люди просто уже устали ничего не делать, они готовы что-то делать, на самом деле уже соскучились. То есть на самом деле перерывы и переключение деятельности. Следующий вопрос. Спасибо. Владимир, как найти такого лидера в команду, как вы? Ну, во-первых, надо искать. Надо просто искать. Вот. Потому что на самом деле как бы вот я, на одном тренинге просто спросил там, надо ли приглашать людей успешнее тебя? Надо ли приглашать в сетевой маркетинг людей успешнее тебя? Ответ был потрясающий, говорит. Если человек успешен в жизни, значит он умный человек. А если человек умный, он в вашем предложении может увидеть здоровое зерно даже быстрее, может быть, даже чем вы. Вот. И сплошь и рядом, сплошь и рядом в сетевом маркетинге получается так, что нижние очень часто обгоняют верхних. Нижние просто очень часто обгоняют верхних. Вот. Причем на самом деле ну то есть как проверить человек сильный или не сильный? Как проверить эта тряпочка мнется или не мнется? Как проверить она рвется или не рвется? Надо попробовать ее порвать. Как проверить человек сильный или не сильный? Как проверить человека получится или не получится? Надо его просто пригласить. И вот как тебя Сначала нам на второй этаж, потом про смысл бизнеса, потому что на самом деле все 25 лет, которые я сейчас работаю с рефлеймом, я всегда хочу, чтобы люди приходили в этот бизнес через смысл бизнеса, не просто там вау-вау, а чтобы они приходили через смысл бизнеса, чтобы они приходили в себя с полным пониманием. Потому что, знаете, есть такая фраза интересная, что фундамент вот этого здания, даже тот, в котором я сейчас нахожусь, тот, в котором ты сейчас находишься, фундамент этого здания начал рыться только после того, как это здание было уже построено у кого-то в голове, до последнего шпингалета. И поэтому на самом деле я хочу сознательно, чтобы люди сюда приходили, чтобы они понимали, что это за бизнес, что от них требуется, что нужно делать и что им за это будет. Давай, следующий вопрос. Спасибо. Слушаю, слушаю. Слушаю, слушаю. Говори, говори. Не слышно, да? Раз, два, три. Да. Как вы приглашаете знакомых в бизнес? Может быть, есть какие-то фишки, какие-то фразы? Конечно. Деньги нужны. Есть тема для разговора. А бывает такое, что человек говорит, я все знаю про Reflame. Я все знаю. Ну, я задам вопрос. Некоторые говорят, что это Reflame, что ли? Я говорю, да, хорошо. А что ты знаешь про Reflame? Да, я все знаю про Reflame. Я уже 17 презентаций прошел. Я уже пять раз сам был подписан. Все знаю. Хорошо, да. Своими словами скажи, что ты знаешь про Reflame. Вот. И человек говорит, да, есть просто так. Продавать надо. Я говорю, да, это один из видов наших заработков. Что ты еще знаешь про Reflame? Людей надо приглашать. Я говорю, да, это еще и вид нашего заработка. Что ты еще знаешь про Reflame? И вдруг человек, когда было, открывается, он говорит, а что там еще что-то есть? Я говорю, видишь, ты мне дал мне только два вида заработка. Причем два самых маленьких. Ну, не продашь ты много, хоть тресни. Две руки, две ноги, два часа, четыре часа в сутки. Наверное, ты тоже много не заработаешь. А я здесь насчитал семь видов заработков. Ты мне назвал два самых маленьких. Но когда мы смотрим на план успеха, то мы там видим премии там в один, в одну тысячу долларов. Мы там видим премию в шесть тысяч долларов, в тридцать тысяч долларов, в сто тысяч долларов, в двести, в триста, в четыреста тысяч долларов. Я говорю, и, наверное, вот понимаешь, вот за эти вот два пункта такие деньги не платят. Вот где они. Почему ты про эти виды заработка молчишь? А можно вот поподробнее про эти пять видов заработка? Я говорю, можно. Но это тема для разговора. А в двух словах. Я говорю, ни один банкир не будет рассказывать о своем бизнесе на ходу. В двух словах. Ни один нефтяник не будет рассказывать о своем бизнесе на ходу. В двух словах. Для меня это серьезная бизнес, для меня это серьезная работа. Я к этому хочу серьезно отнестись. Потому что около лифта не нарисуешь таблицу, не нарисуешь цифры, не нарисуешь план успеха. это повод для серьезного разговора точно так же, как пошли на второй этаж да спасибо есть вопрос такой интересный из Узбекистана в команде жалуются, что на складе товара много отсутствующих позиций как объяснить им, что даже на одном мыле можно расти и делать новые звания Гим, знаешь здесь получается очень интересная вещь паникюры они всегда были, есть и будут есть потому что на самом деле когда мы приехали в Казахстан то там не то что продукции там через неделю, через две недели по-моему уже не только продукции, уже каталогов не хватало регистрационных форм не хватало представляете и люди, как можно работать я говорю, ты знаешь, когда возникает новая тема любая возникает очень много пены но потом пена отсеивается а профессионалы остаются потому что, понимаете, для профессионала который понимает этот бизнес который понимает вообще, что все вот эти нехватки это временные почему? потому что на самом деле когда вот в России была такая ситуация когда национально начали очень мощно развиваться то раз продукция пропала вообще только завозят все разбирают мы начали к руководству обращаться а они все попрятались а что им отвечать, если им нечего отвечать? вот а через два месяца они нас собрали и говорят ребят, понимаете, в чем дело? как мы готовились к открытию России посмотрели, как бизнес развивался в Польше как в Болгарии мы с этими мерками подошли к России но умом Россию не понять и рефлейм не измерить у них особенная стать в них обеих надо верить вот, понимаете и на самом деле это не мы плохо работаем это вы слишком хорошо работаете вы, понимаете, когда вы говорите что самые ходовые позиции отсутствуют вы нам обращаетесь с жалобами так мы можем тот же самый вопрос обратить к вам ребята, мы бизнесмены мы зарабатываем деньги отсутствуют самые ходовые позиции это не мы плохо работаем это вы слишком хорошо работаете все будет, ребят, все будет И в России были отсутствующие позиции. И в Польше было... У нас когда пригласили лидера Польши, Анну Песку, она вышла на сцену и сказала, что вы плачете, что у вас там отсутствующие позиции, там целыми листами, простынями. А дело в том, что у нас, говорят, когда мы начинаем работать в Польше, у нас было всего 94 позиции. Всего 94 позиции. И из них больше половины отсутствовало. Всего 94, сейчас у нас тысяча, да? И из них больше половины отсутствовало. 70, по-моему, отсутствовало. И она просто сказала, что... Понимаете, в чем дело? Просто все решается количеством людей. Потому что если у меня будет, например, на складе только одна помада, я все равно сделаю свою квалификацию. Просто за счет количества людей. Вот Атамила так у нее взяла микрофон и говорит, если на складе останется только один цвет помады, я все равно сделаю свою квалификацию. Вот. Поэтому, ребята, сильные люди, это не те, у которых... Самое сказано. Те сильные люди, это которые не благодаря чему, а вопреки всему сильные. Вот. И как раз это вот такие сложные ситуации, они как раз проверка на вшивость. Кто он, потребитель или партнер? Кто он, лидер или это самое? Мне очень нравится вот эта притча, когда разница между трехпроцентником и лидером. Вот. Дело в том, что это такая просто иллюзия такая, притча, зарисовка. Вот. Осень, грязь, слякоть, зима, снег вышел, прошел, все припорошило. Белым-бело, красиво. Ну, прошла собачка, наложил кучку на дорожки. Неприятно. Ну, прошел опять снежок. Опять снежок прошел. И опять все засыпал, все опять белым-бело, все опять красота. Но наступает весна. Из-под снега вылезает что? Кучки. Кучки. Как мне один лизер сказал, говорит, сразу видно, кто где посрал. Вот. И что получается? Идет трехпроцентник, понимаете, который ищет проблемы, который ищет вот этот самый привлечь внимание людей. Люди, люди, смотрите, смотрите. Он шел куда-то, он в офис шел, понимаете, заказ сделал. Он забыл уже, что он в офис шел, он нашел какашку, нашел то, что искал. Вот, посмотрите, вот, какашка. Вообще не убирают, ничего делать не могут. Вообще безобразие, надо с этим бороться. Вот. Причем ему мало просто собрать вокруг себя, толпу этих недовольных. Ему нужно еще отпуститься на колено, взять палочку, там, поковырять. Что она ела, там, еще что-то. Разобраться, надо до конца разобраться с этими какашками. Вот. Он, то есть, он шел в офис, и он забыл куда-нибудь шел. Он нашел себе вот занятие, понимаете. Как ведется себя в этой же ситуации лидер? Лидер знает, что он делает. Он идет в офис, понимаете, там его люди ждут. У него там встречи, у него там надо презентацию читать. Он идет по той же самой дороге. Смотрит на дороге какашка. Ну, лежит. Он просто поднимает выше ногу, перешагивает, что делать? И пошел, потому что у него есть задание, у него есть цель. У него есть план, куда он идет. Он не отвлекается на вот эти вот... Ребята, отсутствующая позиция просто какашка. Это просто какашка, которая временное явление, которая на самом деле... Знаете, еще раз, когда мы говорим, фирма, вы что себе делаете, думаете вообще? Вы самые отсутствующие позиции, самые такие ходовые. Фирма нам говорит, ребята, вы что делаете? Вы самые ходовые позиции у нас быстро разобрали. Мы же бизнесмены, мы старые... Мы еще завезем. Вы просто, ну, имейте совесть, сделайте паузу, скушайте твикс. Давай, следующий вопрос. Спасибо. Такой вопрос. Владимир, расскажите, как это быть президентом компании? Ну, это очень здорово, это очень интересно. Быть президентом – это когда тебя уважают, когда с тобой советуются, когда твое мнение играет роль. Когда тебя селят в пятизвездочных отелях в президентских номерах. Это когда тебе дают персональный трансфер. Это когда, ну, вот, понимаете, вот, ну, это вот жизнь хай-класса. Это жизнь хай-класса, когда тебя любят, когда тебя уважают, когда тебя аплодируют, когда подходят, пытаются сфотографироваться. Актобусы получить совет спросить, познакомить с своим перспективным человеком, с новым человеком, со своим спутником. Вот. Это вот здорово, ребята. Это здорово, когда ты чувствуешь, что от тебя есть польза. Что люди же не так просто тянутся, люди не так просто приходят, там, благодарят, руку жмут, актовар, просят сфотографироваться. Значит, им что-то понравилось. Что им понравилось? Что им понравилось? Я не начальник, они не подчиненные. Я не могу приказать, я не могу наказать, я не могу объявить выговор по офису, понимаете? Вот чем мы вокруг себя людей держим? Своей выгодностью для них. То есть, когда люди к тебе идут, когда они задают вопросы, когда они благодарят, то ты чувствуешь, что от тебя есть польза. Это очень кайфово. На самом деле, там, вешенный драйв, когда ты чувствуешь, что от тебя есть польза. Давай следующий вопрос. Спасибо. Когда вы пришли в этот бизнес, наверняка вам рассказывали, вот как вы, будучи новичком, значит, да, конечно, отказывали, отказывали и будут отказывать. Ну, просто к этому надо спокойно относиться, потому что, на самом деле, у меня, просто я очень часто рассказываю этот случай, когда Ольга Кибис меня попросила рассказать презентацию для ее одноклассников. Потому что, да, она говорит, я для них не авторитет, они меня, говорят, не слушают. Я говорю, Владимир, вот попробуй ты для них провести встречу, тебя-то они послушают. Я начал встречу, сказал только, что вот нам здесь платят не за продажи. Он говорит, а-а-а, там, один одноклассник. Ну, что нам обманываете, зачем вы нас врете, там, еще что-то. Пошли отсюда все. И они ушли. Я такой расстроенный стою около доски, на Ольгу смотрю, на Кибис, она такая смеется вся, улыбается довольно. Говорит, ты чего, я же говорю, обломался по какому программе. Она говорит, господи, я-то обижала, что они мне отказывают. То есть, они даже вам отказывают, что я-то обижаюсь. Нормально, просто идем к следующим, идем к другим. Спасибо большое. Большой вопрос. Как поменять мышление к человеку, чтобы он начал думать, вот, вот, чтобы он не ковырялся в какашке, да, чтобы он перешагивал и шел дальше. Вот как поменять? Потому что большинство людей все-таки начинает ковыряться в первую очередь. Ну да, ну да. Наш, говорят, все управляют всеми. Камень на дороге управляет телегой. Вот, хвост собаки управляет собакой. Вот, ребенок управляет родителями. Все управляют друг другом. Вот, поэтому... Ну, как сказать? Работать надо просто. Просто работать надо. Потому что просто набираетесь опыта. Понимаете? Потому что все вот эти отказы, к ним неудачи, еще что-то. Просто если к ним относиться как к неудачам, как к отказам, как к самым, то на самом деле даже и жить не стоит. Если вы будете относиться к этим всем препятствиям, как к школе, как извлекать уроки и двигаться дальше уже с коррекцией движения. Знаете, вот я просто очень в свое время любил такой пример, что вот это Луна. Вот это вот, это Земля. Вот, если с точностью до микрона просчитать, как бы, орбиту ракеты, которая стартует с Земли и летит на это самое, на Луну, то вы никогда в Луну не попадете. Потому что всегда будут какие-то возмущающие воздействия. Солнечный ветер, метеоритный дождь, какие-то микрометеоры. Вот. Поэтому, если, как бы, вы стартовали, вот посчитали с точностью до микрона, то вы все равно на Луну не попадете, потому что обязательно будет что-то сбиваться. И поэтому, чтобы, на самом деле, попасть в Луну, надо все время вводить коррекцию в свои движения. Все время корректировать свои движения, чтобы попасть в эту Луну. Потому что, бум, попали в Луну. Вот. Все, кстати, ракеты самонаведения, они работают по этому принципу. Они не просто их запустили, они летят. Это вот тупые ракеты, это какого-то нулевого поколения. А сейчас все ракеты, они умные, они все время обсчитывают расстояние, высота, цель, скорость цели. И они все время вводят коррективы в свои движения. Если посмотреть на ракету, потом пускают, она вот такой ее свет весь такой, ломаный. Вот. И человек тоже должен идти к цели, ну, корректируя свои движения. Это не может, это не хочет. Спасибо. Следующее. У вас есть цель, понимаете, вы не концентрируетесь на какашке, у вас есть цель построить команду, найти партнеров. Не, ну, понимаете, насильно партнером не заставите быть. Надо искать единомышленников, надо искать просто людей, на которых надо подставить плечо. Вот такие пироги. Ну, а как вот человеку понять, что это вот действительно та цель, которая его, ну, будет вот двигать? И вот многие спрашивают, как вот мне свою цель найти? Свою цель найти. Ну, ребят, знаете, вот на самом деле есть такая интересная фраза у китайцев. Не надо усложнять простое. Вот. Есть фирмы, которые имеют свою продукцию. Есть люди, которые продукция нужна. Есть люди, которые хотят зарабатывать. Вот и все. Вот и все. То есть, понимаете, вот люди начинают копаться там в это самое, в предыдущих реинкарнациях, там еще что-то, еще что-то. Учиться надо только тому, что дает результат. Бесполезно ковыряться в самом прошлом или в будущем. Надо ковыряться, знаете, вот ни в одном календаре нет такой даты завтра. Вчера уже нет, завтра еще нет. У нас есть только один день в календаре. Сегодня. Вот. И сегодня надо делать просто максимум того, что это самое. Как себе цель ставить? Ну, поставьте какую-то цель. Когда у вас появляется цель, то у вас появляется план достижения этой цели. Ну, например. Стать бриллиантовым директором. Чтобы стать бриллиантовым директором, надо было здесь 6 групп. Ага. Видите, как только цель поставили, сразу появляется план. Значит, начинаете от обратного сразу считать. Надо 6 групп. Что такое 6 групп? Это 6 человек. Значит, минимум пригласить 6 человек, чтобы через год стать бриллиантовым директором. Вот. Но поскольку не все будут бриллиантовыми директорами, не все станут директорами, значит, надо пригласить человек 15-20. Чтобы было из кого выбирать. вот и потом когда вы достигнете звание там сапфира например да цель уже может корректироваться она уже может передвигаться исполнительного директора пока становитесь исполнительным директором вы параллельно можете уже получить старшего исполнительного золотого исполнитель почему потому что пока вы будете открывать 12 групп ваша команда тоже растет и ваша команда тоже становится золотыми сапфирами бриллиантовыми директорами а вы сразу как только делаете 12 групп у вас уже автоматически несколько званий в кармане со всеми премиями в кармане отлично то есть мечтать и мечты просто они меняются зависит от возможностей когда у нас была зарплата в 1000 долларов 100 долларов как я как сер получал у нас были определенные мечты чтобы хватило до следующей получки вот когда стало 10 тысяч долларов ну мечты немножко поменялись расплатились долгами начали думать там как привезти машину вот когда мы стали зарабатывать там 100 тысяч долларов мечты совершенно поменялись мы сразу все нарисовали задачу как нам собрать эти миллионы как только мы поставили себе такую задачу он очень быстро то есть мечты они как бы корректируются они меняются зависит от возможности по доходам и расходам говорят давай следующий один один из ребят написал что у меня есть цель но я как-то потеряла веру в себя как ее приобрести ли могут что посоветовать человеку ты знаешь я думаю что тамела очень хорошо на эту тему сказала что выход из любого кризис там же где вход в голове то есть я потерял веру в себя ну начнет приобретать эту веру в себе пускай начинает читать книги пускай она сами общается с успешными людьми на сами пускай задают вопросы но единственное что вот не надо думать что кто-то ей будет менять жизнь что кто-то ее будет вместо нее работать и давать ей веру в себя все успешные люди чичваркина не знаю там березовский кодорковский они все успешные люди все они не ждут мотивации потерял цель ой боже трагедия стыдно мне что я в бога не верил да горько мне что я не верю теперь ну понимаете то есть это ай-яй-яй все пропало все пропало ну и это самое чичваркин хорошо такое сказал про таких людей как мотивировать как мотивировать да никак пускай сидят в животе блять если своя жизнь не важна что люди мотивируют меня томила она говорила так какая вам еще мотивация нужна если у вас есть дети если у вас есть дети какая еще мотивация нужна зачем бы давай храде любви нас лет вас мотивацию я в себя не верю меня мотивации самый быстрый зверь на земле это бабушка с увидевший свободное место в автобусе самый мертвый зверь на земле человек который нет ни веры ни желания ни мечты разрабатывать все надо постучиться делать эти так дима ты куда пропал давай еще раз заходи дима ты куда пропал три шанса даются каждый мне ребят не три шанса не три шанса дается каждому человек должен пройти через три нет он должен преодолеть их ему говорят нет он идет вперед шанс дается один раз смотрите вот на самом деле вот есть такой анекдот в этом бизнесе что тук-тук кто там ты я горит твой шанс неправда шанс учиться один раз потому что на самом деле на самом деле на самом деле просто понимаете если вы не готовы к вас нету цели если вы не знаете чего хотите то шанс пролетает мимо на этот генри форт сказал что каждый доллар который пролетает меня я воспринимаю как личное оскорбление знаете и вот шанс пролетает мимо а вы только через три я узнали его вот так это вот тот шанс которого я хотел чтобы вы сразу узнали шанс который только появляется вот вы должны сначала сформулировать что вы от жизни хотите машину хотите пожалуйста вы получите машину квартиру хотите вы получите квартиру но просто вопрос другой вопрос другой односально ставить себе достойные цели так ну где дима ты где видно у него там видно у него там с интернетом затык я тебя не вижу вот вот ребята вот поэтому я и говорю что надо присылать вопросы чтобы сейчас вот я просто продолжал бы отвечать на вопросы не прерывая эфира дима комент отключи дима комент отключить добавляю так ночью можем или мета комент отключить как меня слышно вылетел выкинула меня прошло слышно все отлично хорошо слышно следующий вопрос владимир посоветуйте книги вот какие-то книги которые почитать человеку который только пришел в бизнес вот чтобы что-то такое что помогло ему быстро стартануть все книги по бизнесу все книги по бизнесу когда вы начнете читать все книги то у вас постепенно ну как бы выработается свой список книг чтобы стартовать по бизнесу новичку единственный критерий 10 уроков на салфетка и большое раскрывает секреты где в каждом эфире это говорю это азбука и букварь сетевого маркетинга 10 уроков на салфетке рассказать как работает эта математика большой раскрывает секреты рассказывается как в этой математике работа с людьми других книг нету потом все остальные будет читать начало эти две века прочтите все отлично спасибо а такой вопрос еще наверно такой прям блиц три главных совета новичку на первом этапе ссылаться на результаты вашего спонсора вот учиться и работать и вырабатывать себе амбиции на самом деле просто рисовать все планы чего бы вы хотели потому что на самом деле очень часто люди даже не знают что можно хотеть помните это знаменито такое-то а что можно было вот то есть на самом деле просто можно все надо только придумать как давай следующий вопрос здесь вот в чате интересный вопрос тоже задали как вот отвечать людям которые говорят это не мое что не мое блин рефлейм моё или деньги зарабатывать не моё семью слежать не моё детей обеспечить это не моё чё поп морщик он у меня это за родникитин как-то раз соседка говорит о косметической компании работаешь лицо какое гладкое она ответила а у тебя другое место гладкой которым стоишь все время кверху попой как избавиться от ощущения прилипчивости к людям да блин ребята понимаете вот все думают что скажет парень княгиня марина севна то скажут другие люди если бы знали как они мало вас думают вообще вообще перестали бы думать что они вас подумают не думают у них там своих проблем много хотя я знаю что они с другими они сильно прилипшие а зря а зря они сильно прилипшие и настойчивые тупая отговорка совершенно абсолютно понимаете ребята знаете или вы на самом деле хотите чего-то добиться в этой жизни надо быть прилипчивым и настойчивым вот просто уже сколько раз вот просто выходит бриллиантовый директор говорит меня забодал мой спонсор приглашает и приглашает приглашает и приглашает и приглашает я в конце концов блин махнул рукой согласилась блин стала бриллиантовым директором а я не сильно прилипчиво настойчиво блин это это недостаток а не достоинство надо быть прилипчиво надо быть настойчиво достижение своих целей если они у вас есть если на сами что-то хотите давай дальше осталось 20 секунд начнем все 18 17 значит давай я очень рад очень рад что мы с обращались вот надеюсь что информация была полезная вот до встречи в эфире до встречи на конференциях пока пока